Сегодня мы рассмотрим взаимодействие и возможности сетевого взаимодействия по организации здорового взаимодействия и пропаганда здорового взаимодействия в образовательной среде. Филактика наркомании в молодежной среде и кафедру здоровоизберегающей технологии адаптивная физическая культура. Я так понимаю, что мы когда тренировались и подключались там бывают проблемы но это зависит, к сожалению, не от нас потому что скорость у нас вроде вся выставлена поэтому если будут какие-то проблемы я так понимаю, что будет видеозапись которую потом Ассоциация Здоровых Города, Район и Поселки выложит на своем ресурсе и можно будет просмотреть уже потом без проблем. Если будут в процессе нашего с вами общения вопросы вы их пишите я постараюсь на все ответить. Итак Буду говорить помедленнее Мы понимаем, что сетевое взаимодействие оно появилось не вчера оно прописано в законе об образовании и формы сетевого взаимодействия стали широко сейчас применяться в образовательной деятельности в реализации учебных программ в рамках ВГОСов при организации учебных практик производственных практик и других видов деятельности в том числе мы сетевое взаимодействие используем и в организации внеучебной работы со студентами и с обучающимися наших профильных школ техникумов которые входят в нашу образовательную сеть сразу скажу, что Бауманка в рамках сетевого взаимодействия организует работу совместно с несколькими подшефными школами у нас два лицея фактически образовательных больших центра и техникум космического прибора строения различные социальные партнеры которые нам помогают реализовывать внеучебную воспитательную деятельность в том числе вот мы очень широко сотрудничаем с ассоциацией здоровых городов районные поселки в реализации программ о которых я скажу ниже очень хорошо сетевое взаимодействие себя показывает в инклюзивном образовании поскольку сейчас это стало проблемой достаточно актуальной дети хотят получать образование вне зависимости от состояния своего здоровья и дистанционная система которая позволяет ребенку на расстоянии получать качественное образование она стала широко развиваться мы понимаем что участниками сетевого взаимодействия должны выступать и органы управления образованием и сами образовательные организации в том числе профессиональные образовательные организации научные учреждения и учреждения культуры социальной сферы коммерческие организации предприятия связанные с бизнесом объекты инновационной инфраструктуры и другие организации которые могут своим потенциалом помочь в реализации тех проектов которые направлены в том числе и на пропаганду здорового образа жизни и профилактику девиантного поведения подрастающего поколения мы должны понимать что сетевое взаимодействие это не просто обмен каких-то методическими пособиями программами или какими-то материалами при сетевом взаимодействии должны разрабатываться совместные проекты должны реализовываться программы и самое идеальное когда формируется база данных с методическими рекомендациями с программами различных мероприятий и эти все документы это электронная база данных она доступна всем участникам сетевого взаимодействия мы понимаем что любое сетевое взаимодействие должно быть легализовано так сказать и замечательно если между образовательными организациями между партнерами заключается договор между организациями входящих в эту образовательную сеть и договор если мы говорим о договоре между образовательными организациями он может носить не договор о сотрудничестве который не подразумевает какие-то финансовые обязательства между этими организациями но в рамках договора о сотрудничестве естественно есть пункты которые связаны с реализацией научных проектов с реализацией образовательных проектов и в идеале если управление образованием выделяет финансирование в рамках целевых программ то есть есть финансовая поддержка для реализации тех образовательных проектов которые должны быть реализованы мы как пример могу просто привести договор допустим вот у нас есть договора с образовательными учреждениями которые входят не только в московские образовательные московскую образовательную сеть мы заключаем договора с другими вузами широко и плодотворно мы сотрудничаем с Тульским педагогическим государственным университетом имени Льва Николаевича Толстого с Пензой мы с Астрахани сотрудничаем и со всеми высшими учебными заведениями у нас заключены договора где прописаны собственно те мероприятия которые мы проводим совместно будь то конференции будь то взаимодействия в рамках развития волонтерского движения различные интернет конференции вебинары которые мы проводим при подключении педагогических работников из наших университетов как я уже сказала при сетевом взаимодействии большое внимание уделяется дистанционным технологиям дистанционным образовательным технологиям с развитием сети интернет нам предоставлена большая широкая возможность общаться в онлайн режиме не затрачивая время на переезды из города в город поэтому эти технологии которые используются позволяют общаться и как педагогом с обучающимися обучающими между собой и педагогического сообщества обмениваться опытом и передовыми практиками естественно обязательные требования опять же к образовательным организациям создание условий для того чтобы эти технологии дистанционные могли быть реализованы то есть должны работать компьютерные классы педагоги должны владеть навыками работы в этих дистанционных информационных коммуникационных программах и если педагоги недостаточно имеют опыта должны быть проводиться обучающие мероприятия которые позволят более эффективно использовать данные технологии сетевое взаимодействие это механизм который обладает такими параметрами как единство целей то есть мы с вами говорим о том что мы должны пропагандировать здоровый образ жизни мы должны заниматься профилактикой социально значимых проблем современной молодежи должны обладать определенными ресурсами для их достижения в том числе финансы в том числе и методические материалы и разработки и здесь я хочу сказать о том что должен быть некий центр управления который должен эту работу ну либо быть инициатором каких-то мероприятий либо быть таким аккумулятором который управляет и информационной базой и методической базой и ведет какой-то ресурс интернет сайта для того чтобы участники сетевого взаимодействия могли пользоваться материалами понимаем что сетевое взаимодействие оно несет воспитательную воспитательную направленность поскольку выражается общими целями и интересами если мы обмениваемся методиками и программами то применение единых документов и единых руководствующих таких документов оно позволяет оптимизировать деятельность и не тянуть как рыба рак и щука телегу в разные стороны материально-технические кадровые финансовые возможности которые прикладываются для повышения эффективности образовательного воспитательного процесса обмен мнениями обязателен развитие коммуникации между отдельными участниками сети то есть каждая образовательная организация она не варится в собственном соку а предлагает программы предлагает мероприятия которые участники сетевого взаимодействия могут реализовывать в рамках своей деятельности и естественно взаимная заинтересованность и ответственность каждого участника сетевого взаимодействия мы понимаем что если образовательные организации создают определенную сеть если они начинают взаимодействовать по реализации своих проектов то каждый участник этой сети он обладает равными возможностями и получает возможность высказывать свое мнение тут нет системы тоталитарного управления чтобы кто-то один диктовал свои принципы свои знания свои умения надо всегда искать компромисс надо искать инновационные передовые предложения и естественно вырабатывать какую-то общую позицию находить оптимальные траектории движения сотрудничество должно базироваться на умении принимать и отдавать то есть не надо ждать что если я завтра стану участником сетевого взаимодействия я войду в сеть к образовательным организациями что тут же на меня посыпется куча положительных там материалов программ я все это возьму и начну что-то у себя реализовывать взамен ничего предоставить не могу но буду пользоваться тем что есть на самом деле надо тоже предлагать все свои варианты свои возможности свои разработки и методические материалы то есть здесь идет взаимный обмен материалами и опытом на муниципальном уровне сетевое взаимодействие может развиваться в таких направлениях если мы берем педагогическое сообщество да это обмен инновационными какими-то педагогическими программами материалами методическими рекомендациями это работа институтов повышения квалификации по реализации программ переподготовки и повышения квалификации в том числе с использованием дистанционных форм обучения это сейчас очень широко стало использоваться и приносит свои плоды общественные и государственные организации которые могут дать возможности ресурсы для воплощения в жизни каких-то передовых педагогических технологий и дистанционные формы сетевого взаимодействия могут помочь поднять на совсем другой уровень взаимодействия педагогов с родителями учениками представителями общественности к сожалению родители тоже не всегда знают понимают и умеют как владеть вот этими дистанционными формами и родительский всеобуч он даже как и обучение педагогов должен проходить мы в свое время занимались работой с родителями тоже в форме дистанционного дистанционных проведения дистанционных мастер-классов проведения интернет уроков в том числе по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми профилактики наркомании достаточно богатый интересный опыт потому что мы понимаем что родители к сожалению это последняя инстанция которая часто становится последней инстанцией которая понимает и узнает о проблемах своих детей они обычно как то даже вот если сейчас вспомнить там Варвару Кураулу которая стала известна своими этими похождениями в террористические организации родители понимали что девочка учится на пятерке что у нее все замечательно она приходит домой она даже не ходила не посещала никакие ночные клубы то есть чисто внешне ребенок выглядел абсолютно благополучным а то что там возникала такая глубокая яма в которую она в итоге попала родители даже не подозревали а там такая бурная деятельность была которая вообще никем не контролировалась поэтому работа с родителями в том числе дистанционно и в рамках вот проведения различных мероприятий мастер-классов информирование родителей о различных проблемах молодежи она должна вестись активно в том числе вот в рамках сетевого взаимодействия мы понимаем что должен быть какой-то единый центр единый интернет-ресурс который должен предоставлять возможности для педагогического сообщества для разработки своих программ пользоваться общей такой электронной библиотекой разработок здесь можно рассмотреть варианты какие создание либо единого информационно-методического центра на базе сайта органа управления образования либо создать какой-то отдельный информационно-методический центр который в себе будет аккумулировать передовые инновационные разработки опыт показывает что вот официальные сайты органов управления образования они порой перегружены своей информацией о новостях о нормативных документах и не всегда пользователь может найти ту информацию которая ему нужна поэтому либо это должна быть отдельная какая-то подстраница где собственно будет информация полезной для сетевых взаимодействий либо создается определенный конкретный сайт который собственно нацелен на реализацию сетевого взаимодействия на уровне на региональном уровне это может быть и сайт любого ведущего высшего учебного заведения который функционирует в данном регионе или институт повышения квалификации причем институт повышения квалификации он даже более привлекателен поскольку там может концентрироваться и аккумулироваться и программы которые реализуются в регионе и металлические материалы и какие-то полезные материалы для организации воспитательной образовательной работы на федеральном уровне нет смысла создавать единый какой-то федеральный центр поскольку мы понимаем что регионы они друг от друга отличаются поэтому вот если эти ресурсные центры региональные просто будут взаимодействовать между собой этого будет в принципе достаточно то есть региональные там институты повышения квалификации которые находятся в своей вот такой региональной сети и собственно имеют возможность обмениваться передовым опытом сетевое сетевое взаимодействие на уровне муниципал должно выстраиваться по системе горизонтальной сети то есть в конкретном муниципалитете организации объединяются в общую сеть они понимают задачи и цели которые перед ними стоят региональная сеть она уже имеет вертикальную структуру то есть муниципальные сети объединяются в региональную и с субъектами сетевого взаимодействия уже в рамках региональной сети здесь уже выступает и образовательные организации и общие образовательные и профессиональные образовательные организации дополнительного образования сюда могут входить предприятия где в рамках Образовательные сети проходят практики или какие-то свои дипломные практики, проекты делают обучающиеся. И также экономическая и социальная сфера. То есть здесь, если какие-то грандиозные проекты планируются, оно подразумевает финансирование, ресурсное обеспечение, дальше какие-то площади и, образно говоря, ресурсы. Создание единого информационно-методического центра с использованием коммуникационных технологий и средств коммуникации позволяет создать условия для формирования единого электронного информационно-образовательного ресурса, к которому подключаются образовательные организации. То есть это единая такая электронная библиотека, единая база данных, в которую могут войти любые участники сетевого взаимодействия. Использование дистанционных технологий в рамках образовательного процесса и внеучебной деятельности, возможности вебинаров, интернет-конференции надо использовать широко, потому что это в режиме онлайн общение, использование рекомендаций, методических каких-то наработок новых программ в реальном масштабе времени, которые можно брать и использовать для реализации своих инновационных каких-то идей. И опять же взаимодействие педагогов, родителей и учеников с использованием сети интернет. Какие мероприятия для педагогов, в том числе опыт наш, мы реализовывали. Это, во-первых, методические вебинары по разным вопросам, дистанционные курсы, повышение квалификаций, телеинтернет-конференции, интернет-уроки, различные форумы и обмен опытом. На сегодняшний момент, сейчас, в реальном масштабе времени, мы разработали у себя в университете такой пилотный курс по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. И провели буквально недавно с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместный такой интернет-урок для педагогов, родителей и обучающихся как раз по данным вопросам. Студенты с удовольствием готовят доклады, выступают, специалисты участвуют. То есть получается такой живой диалог, причем вопросы задают не только участники, собственно, те, кто сидит в зале, но и в реальном времени участвуют регионы. В свое время мы с Министерством образования создали вот такой ресурс информационно-коммуникационный, я бы сказала, да, он называется «Безопасность среда детства». И вот на этом ресурсе, это как пример, собственно собирается информация, о которой я говорила до этого. Мы проводили дистанционные курсы повышения квалификации, проводили его в рамках федеральной программы развития образования, то есть это было финансирование со стороны Министерства, это был проект. Мы повышали квалификацию, участники этих курсов было порядка двух тысяч человек со всех регионов Российской Федерации. Чем это удобно? Тем, что, во-первых, это целевая программа министерская, она финансируется для педагогов и социальных работников из регионов, это было бесплатно. В данной программе эта программа позволила пройти обучение педагогам и работникам, педагогическим работникам образовательных организаций из таких уголков Российской Федерации, с которых доехать до Москвы они физически не могут. Это и Ямал-Ненецкий округ, и Дальний Восток, и Хабаровский край. То есть я хочу сказать о том, что педагогическое сообщество, оно ищет возможности и варианты обогатиться, найти какие-то полезные для себя знания, получить, пройти повышение квалификации по актуальным вопросам профилактики наркомании. Сейчас у нас есть курс по профилактике распространения идеологии экстремизма, терроризма. Но опять же, если есть федеральные какие-то целевые программы, региональные целевые программы, мы готовы обучать, мы готовы делиться своим опытом. Здесь мы открыты для сотрудничества. Также на данном ресурсе мы размещаем все интернет-конференции, интернет-уроки, которые мы проводим. Мы совместно с Радио Радонеж проводим передачи, встречи с ведущими специалистами из различных сфер. Здесь вот на этом слайде представлена встреча с артистом Юрием Беляевым и Александром Новопашем, который снял как режиссер два фильма, очень насущных, актуальных. Один был посвящен проблеме профилактики наркомании, другой посвящен проблеме как раз терроризма и увлечения молодежи в секты, как противостоять вот этим влияниям деструктивным. Соответственно, все вот эти встречи, все эфиры, они выложены в сети, плюс мы выкладываем туда методические материалы, мы выкладываем материалы тех ресурсов, с которыми мы сотрудничаем. Перекрестные ссылки позволяют участникам и тем, кто заходит на этот портал, собственно, найти те материалы, которые им на данный момент необходимы. Мы его насыщаем, мы продолжаем на нем размещать полезную информацию, поэтому кому будет интересно, вы заходите, пользуйтесь, смотрите. Следующее, сейчас как раз подводятся итоги, совместно с Ассоциацией здоровых города, районной и поселки было организовано два конкурса. Конкурс здорового университета, это между образовательными организациями и конкурс научных студенческих работ «Будь здоров!». Это, в принципе, организация конкурсов, она стандартная, то есть учебные заведения, студенты, обучающиеся присылают свои работы, положения об этих конкурсах, они также вывешены на сайте. Но в рамках сетевого взаимодействия у нас идея возникла следующая. Допустим, можно в рамках подготовки материалов конкурса, допустим, «Будь здоров!» для обучающихся, создать такие команды, которые бы состояли из обучающихся разных вузов, допустим, взять Вологодский какой-то высшеучебное заведение и МГТУ имени Баумана. Преподаватель со студентом из того вуза, и преподаватель-студент из нашего вуза могут разработать свой проект, они могут разработать какую-то документы, подать на конкурс совместный и реализовать этот проект совместно в своем вузе, и те участники могут реализовать этот проект в своем вузе. Студенты, вот самые, как говорится, эффективные формы профилактики всех деструктивных явлений в молодежной среде – это волонтерство. И ребята нашего университета, они предлагают достаточно много проектов, которые можно, опять же, реализовать в рамках сетевого взаимодействия, волонтерского взаимодействия. У нас создано Общероссийское общественное движение «Здоровая инициатива», это волонтерская организация, студенты МГТУ в свое время по их инициативе при поддержке Совета Федерации была создана данная организация, она направлена как раз на пропаганду здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в молодежной среде. У нас был опыт взаимодействия сетевого, когда мы 26 июня раздавали ленточки, нас поддержало несколько городов, по принципу, как 9 мая раздают георгиевскую ленточку, а мы раздавали «Я против наркотиков, я за здоровый образ жизни». Нас подхватили и поддержали, раздавали ленточки в Туле, в Белгороде, в Старом Осколе, в Пензе, в Тамбове, в Астрахани. То есть обмен опытов между студентами, взаимодействие, как это организовать, как это реализовать, оно может быть реализовано, дистанционно и достаточно эффективно. Развитие интернет-технологий. Сейчас стало модно развивать, прописывать хэштеги, поэтому тематические хэштеги, социальные сети, они как раз объединяют молодежь и направляют их в то русло, которое помогает им справляться с жизненными трудными ситуациями, формировать свое мировоззрение, а нам, как педагогам, направлять их туда, куда нужно направлять, да, это и военно-патриотическое воспитание, и пропаганда здорового образа жизни. Наши студенты раскрутили конкурс плакатов, это их инициатива высказать свое мнение в виде художественных образов, профилактики, опять же, негативных явлений и по пропаганде здорового образа жизни. Им это нравится, они осваивают компьютерные технологии, они учатся пользоваться графическими редакторами, молодежь себя продвинутая, поэтому данные технологии, они как раз позволяют, сейчас эти плакаты наши студенты рисуют, вывешивают, опять же, данные мероприятия можно подключить образовательные организации из различных регионов, да, пожалуйста, можем организовать на всероссийском уровне конкурс и вот эта вот социальная реклама, причем они через создание этих плакатов, опять же, получают навык, во-первых, противостоять этой среде, а во-вторых, они понимают, что является рекламой, скрытой рекламой, потому что иногда приносят такие плакаты, которые фактически являются скрытой рекламой тех же наркотиков, хотя они даже не понимают этого. То есть, вот направление молодежи – это задача педагогических работников. сейчас мы понимаем, что там вот пропагандировать то, что надо молодежь отвлекать от компьютеров, надо их уводить куда-то, там, в какие-то там бурную деятельность, это немножко уже становится утопией, потому что все равно они сидят в интернете, они уже погружены в интернет, они сидят в компьютерах, у них появляются гаджеты фактически из детского сада, они телефонами, смартфонами, планшетами начинают пользоваться самостоятельно, им даже не надо никакие инструкции читать, то есть, молодежь стала продвинутой, и нам, как взрослым, нам, педагогам, нужно не отвлекать их от компьютеров, а надо идти туда, в их среду и формировать те позиции, те установки, которые необходимы для их формирования, их мировоззрения. Вот если мы посмотрим, там, блогеры ютуба, которые ведут свои видеодневники, на самом деле, никакого глубокого содержания у них нет, они просто перед камерой там дурачутся, мордочки строят, они ведут такие некие свои публичные дневники, но зато у них там по полтора, по два миллиона подписчиков, их молодежь смотрит, на них подписываются, поэтому вот если между студентами, образовательными организациями, при поддержке управления образованием, развивать и направлять вот необходимое русло и развивать и поддерживать тех блогеров, которые будут не просто дурачиться, а на вот детском языке, на вот этом прикольном для них контенте формировать принципы здорового образа жизни, неприятие вредных привычек, а сейчас вот основная масса там, как хорошо там вейпы употреблять, как хорошо там дурака валять, то есть нужно использовать технологии, которые на сегодняшний момент пользуются молодежи спросом в своих целях. Надо идти в интернет, надо формировать среду в интернете, чтобы они тоже это смотрели и тоже подписывались на своих ровесников, по принципу равной равному, продвигать те идеи, которые, собственно, нужны для воспитания молодежи. И, как тоже пример, вот стрим различного рода прямые трансляции из интернета, опять же, они этим повально увлечены, они смотрят, они залезают в YouTube, это в режиме онлайн, сидит какой-то там игроман и фактически ведет прямую трансляцию о том, как он проходит какую-то онлайн игру. Замечательно, что сейчас рассматривается в рамках закона творчества что-то придумать такое, чтобы участников онлайн игр заставить идентифицироваться в сети, потому что очень часто это закрытые какие-то, ну, непонятно к чему привязаны аккаунты, а через деструктивные игры мы знаем, что есть и GTA, есть различные стрелялки, бродилки, которые объединяют иногда таких пользователей, которые несут очень много деструктивных идей. Поэтому в таких играх надо понимать, кто в них играет. Но мы сейчас говорим не об этом, мы говорим о том, что вот эту технологию прямой трансляции с тех мероприятий, которые направлены на пропаганду здорового образа жизни. Там проходит какая-то акция молодежная, там, например, в Астрахани. Включается, подключается прямой эфир, подключается молодежь, они комментируют, они рассказывают о том положительном опыте, который у них существует. Соответственно, данный канал, данный видеоканал может смотреть любое образовательное организации, любые волонтеры, любые обучающиеся. Их надо туда направлять, их надо этим увлекать. И, соответственно, вот как вариант создания молодежного канала на любом видеохостинге, пусть это будет муниципальный, региональный или федеральный. То есть надо начинать с маленького и, соответственно, развивать это в пределах всей страны. То есть пользоваться теми технологиями, которые молодежи сегодня актуальны, модны и которые их увлекают. А то получается, что немножко мы запаздываем с нашими мероприятиями и мы начинаем там читать лекции, рассказывать что-то, а они уже далеко ушли, далеко вперед и мы пытаемся их просто догонять. Ну, собственно, вот такой доклад я закончила. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо за внимание.